И всем приветики кексички, вы попали на мой канал, я вас рада видеть, и поскольку уже скоро Пасха, надо к ней готовиться. И в этом видео мы вместе с вами сделаем пасочку, только не таким способом, а другую, и она у нас с вами будет как куличик, по-моему, напишите как правильно, да? И еще сделаем два яичка разными способами, надеемся, что вам это видео понравится, но мы начинаем. На бумаге рисуем такую заготовочку, вот, это у нас с вами будет наш куличик, не дергайся. Итак, тут у нас с вами 5 сантиметров, так, ну тут тоже 5, да, вот, тут тоже 5, и тут тоже 5. Так, высоту у нас с вами 8 сантиметров, так, тут у нас с вами тоже вот 5 сантиметров. Тут, ну, даже, ну, почти 5, тут просто не помещается, это листа 4, да, поэтому так вот, да, 4,9, тут прям 5 сантиметров, вот. И потом я тут сделала, так, на 1,5 сантиметр больше тут отмерила, вот так вот поставила точечку, и потом провела вот так вот линию. Ну, тут, в принципе, в других местах точно так же. Итак, тут у нас с вами, где, это наша с вами надпись, примерно 2,5 сантиметра, а вверх у нас тут с вами 3 сантиметра. В общем-то, вот, да, а, давайте я вам сейчас тут еще покажу все размерчики. Так, тут примерно 0,5, а тут у нас с вами 1 сантиметр. И тут я еще сделала вот, кстати, надо будет тут не изменить, вот так вот сделать, короче, да. И теперь это все ботим-линиром, либо же черная ручка, ну, либо же чем вы захотите. Вот еще, кстати, пасха же не будет там, например, красного цвета, нет, ну, можно, но мне кажется, это будет не очень красиво. Поэтому я думаю, она у меня будет либо бежевая, я хотела, но я так думаю, зачем маркер портить, да, если она может быть белого цвета. И, в общем-то, смотрите, эта надпись у меня будет серебристого, тут я, может быть, тоже где-то водкой сделаю серебристым цветом, там, тени, брики, то, что объемно, да, и сделаю, короче, водки, вот, как точечки карандашом, там, тоже сделаю тени, брики, ну, типа, как внутри, какая-то добавочка. Короче, как хотите раскрашивать вашу фантазию. Короче, достаю я белую ручку, и она у меня просто чисто протекла, и все, и не вижу. А запасная она засохла, поэтому, да, и тут я вот так вот делала брики гуаши, дожилась. Надо будет себе потом на ВБшке заказать. В общем-то, вот так вот у меня получилось, белая ручка прям была бы покрасивее, но, видимо, не судьба, да. И теперь это все обклеиваем скотчем с двух сторон и вырезаем. Но еще можно использовать вот такую вот прозрачную самоклеящуюся пленку. Покупала я ее, кстати, в фикс-прайсе, и она называется вроде бы как обложка прозрачная для учебников, самоклеящаяся пленка для учебников, что-то типа такого. Итак, и сгибаем по линиям сгиба. Опа. Так, ну так, в принципе, с других, со всех сторон. Склеиваем на скотч. Я использую широкий, потому что узкий, ну, просто вообще оно все легко расклеится. Если бы оно вот так вот потолще, да, как два таких, то нормально. Короче, да, надо будет потом тоже все заказывать на Валбересе в Гуково у нас нет, да, капец. И аккуратненько вот так вот склеиваем, так, 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 так. Ну, лишнее можно, например, сюда подогнуть. Так. А, тут я немного, короче, тупанула, по-моему, вверху. Ладно, если что, лишнее подрежем, да, и таким же образом склеиваем с других сторон. Таким образом. Так, и теперь нам надо сделать, конечно же, нижнюю часть. И для этого мы вырезаем вот такую вот заготовочку. Тут также я сделала карандашом, такие как точечки, да, тени, блики. В общем-то, вот. И тут у нас с вами, так, линейка, не убегай. Сколько? 8 сантиметров. 8 на 8, ну, там тоже 8 сантиметров. Ну, как тут, смотрите. Я тут посчитала, тут 8 сантиметров. Тут тоже 8, значит, тут тоже. Так, берем скотчик и приклеиваем аккуратненько так на скотч. И аккуратненько, ровненько это все приклеиваем. Так, ну, в принципе, тут тоже склеиваем. И тут, с одной стороны, оставляем несклеенное. Берем синтепон, либо же вату, либо же салфановые пакетики. Короче, что хотите, можно взять листики, пух на улице, да, и наполняем. Так. Опачки. Так, так, так. Я, кстати, использую синтепон. Так, ну, мне кажется, в принципе, нормально, да? Теперь хорошо пропихиваем ватку, чтобы она не попала под скотч. И склеиваем тут кусочком скотча. И такой сквиш у нас с вами получился. Но мне кажется, то, что, не знаю, как-то скучно. Поэтому я хочу тут сделать вот такую вот съемную, как глазурьку. И чертим такую заготовочку на бумаге. Итак, тут у нас с вами 5,2 сантиметра. Ну, тут, в принципе, вверху точно так же тут я сделала. Вот такие вот как размазинки, разводики. Вы, короче, поняли, да? Кстати, размерчики я взяла вот отсюда. 5. Тут тоже 5 сантиметров. И на 2 миллиметрика побольше, чтобы это сюда поместилось. Даже можно сделать на 3, наверное, миллиметра побольше. Я не знаю, смотрите сами. И теперь я также раскрашиваю маркерами, либо же чем-нибудь другим. У меня, кстати, думаю, будет, наверное, фиолетового цвета. Я не знаю, еще подумаю. Обклеиваем скотчем с двух сторон, либо же самоклеящейся прозрачной пленкой. И вырезаем. И примерно так у вас должно получиться. Так, и по бокам тут тоже сгинаем. И склеиваем скотчем вот так вот. Смотрите, тут хопочки. Так вот, хопа. Тут склеиваем скотчем. Но с других сторон точно так же вот так вот как-то делаем. Хопа. И склеиваем. Так, и примеряем, чтобы нализала. Так, и лишнее вот тут вот подрезаем. Видите, оно вот так вот некрасиво как-то. Мне кажется, тут вот нормально, да? Прямо все. А вот тут вот нет. И нацепляем. Это, кстати, похоже, как будто бы волосы такие, как на персонажа из Манкрафта. Ладно, короче, да, то, что тут квадратное. И такой скрижек получился. Мне кажется, так прям поприконе с этим фиолетовым. То и так белым, да? Куличик наш. Итак, первая наша с вами поделка готова. Мне прям очень сильно нравится. Так вот она классно жмякается. Но мы с вами переходим дальше. Так, и для следующего способа мы берем любую бумагу. То, что тут что-то нарисовано. Ничего страшного, да? Чисто вот так вот ее скамкиваем. Так, так, так ее. Короче, у нас должен быть какой-то типа как кружочек. Примерно типа так. Берем такой кусочек скотча. И склеиваем. Склеиваем так, чтобы он у нас не распускался. Так, тут тоже вот так вот склеиваем. А ну, в принципе, вот так вот у нас с вами должно получаться. Круточку поменьше. Делаем поменьше, конечно же. Тут наш с вами кружочек-шарик. Так, ну, примерно вот так вот. Во, мне кажется, прям вообще классно. Мы это как будто бы с вами лепим снеговика. Так, короче, это тоже обклеила скотчиком, да? Так у нас с вами получается. А теперь тут тоже сейчас обклеим скотчем. В принципе, похоже, да? Получается на яичко. И последний штрих. Берем бумажный скотч. Так, и приклеиваем. А вот сюда вот. Похоже? Ну, что-то не похоже. Так, делаем, короче, чтобы было похоже, да? Так, например, тут надо, может быть, потолще сделать. Так, снизу потолще, потолще, потолще. Чтобы было похоже, короче, на яйцо. Во мне кажется, уже, в принципе, почти похоже. Вот такое вот, в принципе, яичко получилось. Оно, кстати, даже прям падает. Вот так вот, как настоящее, видите? Но оно не ровно. Но, типа, так все запланировано. Не, можно еще, кстати, знаете, что взять? Наклеечки. А, ну, хотя тоже будет видно то, что не ровно, да? Не знаю, какие-нибудь там стратики. Мягенькое, кстати, можно мягкое сделать. Давайте еще сделаем мягкое. У меня тут еще лежит вот такой вот скотч. Можно еще сделать из него. Ну, в принципе, точно так же. Большой комочек делаем. Потом поменьше. Потом так вот это все совмещаем. Если там такой вот промежуточек, да, неровненький, то там тоже так вот заматываем, короче, таким кусочком. Делаем такую как полосочку, да? Палочку. Вот так вот тут обкоручиваем, да? Где пустота. И потом вот так вот хоп-хоп-хоп закручиваем. Я, кстати, из такого скотча делала наггетсы. И, по-моему, шарик еще. Я взяла синтепон, да. Можно взять вату. Кстати, салфановые пакетики тоже можно взять, но мне кажется, нет, да. Можете попробовать? Итак, и теперь вот так вот просто склеиваем. Надо будет, кстати, побольше взять синтепона. Так, а на что нам склеивать? Давайте, например, на двухсторонний скотч. Я как будто бы наклейку на яичко наклеиваем. Да. Пишите, кто понял. Так, короче, теперь берем синтепон. А, тут надо еще... Давайте сейчас, кстати, тут приклеим. И тут, чтобы сразу так... Так, хопа, хопа. Так, а, ну, в принципе, да, нормально как раз. О. Липкий антистресс у нас получается. Так, и теперь, в принципе, вот так вот мы с вами обделываем. Так, еще нам надо тут. Да. Короче, вот такое вот мягенькое яичко, в принципе, получилось. Мне кажется, это уже не похоже на яичко. Ну, похоже и не похоже. Так, тут что-то у нас... Так, куда? Тут мало что-то, да. Короче, яичко в виде облачко это назовем. У меня да яичко. Я не знаю, как это назвать, но мне кажется, прикольно. Как раз модно. Вот так вот пушистая что-то. Ну, мне кажется, кстати, то, что с ватой было бы покрасивее. Просто, видите, вот такой прям очень пушистый этот синтепон, да, его... И он такой более прозрачный, да, если его убрать. Так, может, ватки не так много и будет покрасивее. Так, поэтому, да, вот. Кстати, сейчас будет самый сложный способ. Мы с вами сделаем что-то наподобие вот такого. Вот, у меня просто, видите, уже больше половины я листочков отодрала, да. Короче, так вот мы должны будем с вами раскрыть. И тут должно быть само яичко. Да, тут придется делать очень много листочков. Наверное, я сделаю штук, не знаю, пятьдесят. Третье давайте вначале, да. В общем-то, потом я вам все равно скажу. Вот, чертим такие яички и вырезаем. У меня они, кстати, будут вот такие вот. И чтобы они были ровные, мы с вами, короче, берем листик. Давайте я вам тут сейчас покажу. Так, сгибаем, чертим половинку и вырезаем. В общем-то, вот так вот у нас должно быть, да. Раскрываем и все так вот ровненько. И теперь делаем примерно тридцать таких штук. Потом их вот так вот мы с вами... А, их не на... А, стоп тут. А, тут по половинкам, потом нам надо будет их разрезать. Точно, да. Я сделала тридцать одну штуку. Короче, вот так вот их чисто очень много. Так, теперь мы берем, например, вот такое вот яичко. Кстати, такие штучки. Кассетик. Так, и сгибаем вот так вот пополам, чтобы все было ровненько. Так. И разрезаем вот так вот напополам. И таким же образом мы разрезаем другие наши с вами все яички. И вот так вот, в принципе, получилось просто. Мне даже кажется, того будет много. Ну, короче, сейчас мы с вами это все и проверим. И теперь нам с вами надо сделать вот эту вот, короче, штучку, да. Полосочку. Для этого берем бумагу. Я ее обклеила скотчем с двух сторон. Тут у нас с вами по одному сантиметрику, а тут примерно пять с половиной. Кстати, где яички у нас примерно пять сантиметров, я решила на полсантиметрика сделать чуть больше. Ну, так, на всякий случай, вы поняли, да? Потому что, если что, больше, можно подрезать и меньше, и уже ничего не сделать. Так, и теперь это все склеиваем между собой на такой узкий двухсторонний скотч, ну, либо же на суперклей. Так, склеиваем так, ну, и тут точно так же приклеиваем и склеиваем. Потом еще тут, на всякий случай, скотчком склеиваем толстым. И тут тоже приклеиваем. Теперь берем наши с вами половинки И приклеиваем Нет, давайте, знаете, как сейчас с вами сделаем Так, вот так вот много их Так, ну вот так вот, короче, да Так вот мы с вами их сейчас складываем Мне даже кажется, надо было чуть побольше сделать Ну ладно, потому что Ну хотя, может быть, и так нормально, да Короче, тут у меня вот так вот много этих штучек И теперь берем чисто И приклеиваем вот сюда Вот В принципе, прям хорошо, кстати, держится И оставшиеся приклеиваем вот сюда вот так же пачечкой Да нет, мне даже кажется, что хватит Только хорошо прям приклеиваем, чтобы не отклеились Ожидание, ну типа такое, да Но то даже, то все равно вот как-то так, да Надо было вот рил приклеивать на секундный клей Не знаю почему, да Короче, да, я вот тут вот так вот Где оно у нас А вот так вот согнуло, да Вот тут я эти, кстати, приклеила на скотч Вот первую самую Кстати, их можно все сейчас попробовать приклеить на скотч Давайте сейчас так и сделаем На часа как вырывать, да Ну вот если так считать, то у нас половинка есть яичка Надо было сделать побольше Прям было бы прям полностью-полностью Ну вообще Давайте сейчас серьезно их попробуем все приклеить Хотя бы с одной стороны, чтобы было красиво Уже будет у нас просто украшение, а не листочки Просто берем скотч, тут склеиваем Дальше Склеиваем, дальше склеиваем Короче, у меня получилось Смотрите Так, так, так Вот так вот все делаем И в общем-то вот такое вот объемное яичко Я, кстати, склеивала тут такими кусочками А вот это, я такая думаю, что оно расклеивается Где тут у меня А вот такими вот кусочками То есть не полностью, да, склеивала Можете полностью, как хотите Лучше даже полностью Так, и теперь вот это вот лишнее, конечно, отрезаем Такое яичко Мне кажется, просто очень круто Но сверху некрасиво смотрится Но если так боком поставить Вот так вот, мне кажется, прям вообще найс Ну а мое видео подошло к концу Надеюсь, что оно вам понравилось И у вас также получилось сделать вот такие вот поделочки Идейки для видео Также пишите в комментариях Еще у меня есть аккаунт в лайке Ссылочка будет в описании Где я собираю заказчики с бумажными сюрпризами Делаю мороженки И со всякими антистрессами И с бумажной косметикой Также там еще прям будет целое бумажное кафе Поэтому идейки для видео Еще раз пишите в комментариях Всех люблю До следующего видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok